для всем добрый день всем привет сегодня у нас необычное видео в роли будет формат общения дебатов потому что сейчас у нас пасха как вы все знаете да через две недели даже уже меньше и мы как предприниматели как флористы у нас внутреннее нисхождение этот праздник очень короткий и есть проблемы в том что мы закупаем один и тот же сезонный товар каждый год надо закупать потому что клиенты хотят видеть что-то новенькое и соответственно это продается не в таких масштабах как хотел и есть основная проблема потому что времени подготовки на это уходит много на раздумья наезд и поехать посмотреть выбрать что-то и чтобы найти конкретно интересно не то что да казалось бы там просто я ищу купить ищу купить это не проблема какой-то там допустим фурнитуру красивую какие-то гипсовые фигурки в виде зайчиков моих тут не выставили у нас на это же есть когда был материал до сопутка который ты просто продашь вместе либо в композиции ремист либо вместе с композиции но в любом случае с цветами и я как закупщик понимаю что мне невыгодно это закупать замораживать деньги да потом это будет перекладываться обратно в коробки на целый год занимать место на складе тратить время сотрудников и остается вопрос зачем нужно ли это делать или не нужно мы на самом деле с артёмом сошлись на нескольких вариантах на реальных вариантов потому что паша не может много закупить для меня того что я чего хочу я хочу всегда много и всего красивого и дорогого получается что морозить деньги тоже не не планируют соответственно я как флорист хочу чтобы у меня было что-то интересное то что я устал от тюльпанов на 8 марта и всего да и мне хочется что-то творить на соответственно то есть где-то вытворять какие-то композиции что-то необычное интересное делать очень хочется но делать это разумно и по чуть-чуть понемногу то что на следующий год уже не то нужно найти эту золотую грань между закупкой продажами и рассчитать свои силы возможности так как короткий срок да и все сделать контент а вовремя все закупить и продвинуть это очень сложно а если еще много всего нужно большая команда чтобы все организовать во первых нужно закупить о чем скажи да начнем движемся что мы закупаем наш чем мы сошлись и что нам нужно во всех городах во всех магазинах иметь первое это корзина разного формата в идеале с ткани внутри потом мы еще и дару проще вот вот чтобы они были дали пикниковые и стандартные ну все все вариации связанная с корзиночками форм желательно форме владеет такого формата который сейчас в тренде до которых можно делать и нарциссы красиво упаковывать и еще какие-то цветы которые весенние которые дают форму цветения также можно их них расставить вот так как мы видим сопутствующие того что угодно да и это на этом вы не потеряете день как всегда их можно реализовать зимой и летом на главном главное правильно распланировать закупку чтобы вы купили перед паской много гордин которую часть продадите а часть у вас касается какой-то сопутки декора но стандартные яички разного характера на шпажках и на шпажках в принципе это все продается везде такой масс-маркет уже скажем так до последних пять лет если там 7-10 лет назад найти такое яйцо было очень сложно дарим их сами даже красили в другой цвет потому что там были одного цвета то сейчас уже полное разнообразие всего чего хочешь но тоже главное тут не переборщить купить просчитать на тут объем которую вы можете реализовать можете хватать и деньги чтобы вам было комфортно отложить это в следующий год на их ящик и чем момент декоративная составляющих вот такие всякие стеклянные штуки керамика это всегда красиво она классно смотрится на полках подчеркивает ваш интерьер можно сделать какие-то интересные композиции которые домой ну как мы видим тут почти цветов нет и она будет как сухо цвет стоять можно несколько лет даже оставлять и радоваться ей и минусы могут нас подстерегать здесь во-первых флористы когда протирает пыль могут разбить соответствие хранение можно развивали ранение можно разбить убирание там в коробку да и соответственно это затраты на хранение затраты но на логистику если между городами держать один и тот же ассортимент его надо в одном месте закупить в общем мы с артемом остановились на том что клиент когда заходит магазин и хочет что-то паская пасхальная купить он должен остановиться на одном бук трех вариантах что мы можем ему предложить на самом деле я взял бы больше вариантов по декору по каким-то вещам да для пасочки какие-то зайчики какие-то еще штучки прикольные тарелочки но к сожалению сейчас это сложно продавать не всегда это можно продавать навсегда этому мы допустим это плохо умеем продавать да возможно кто-то лучше это умеет продавать новый год у нас есть крутые дорогие игрушки они приходят на магазин из года в год и покупает эти дорогие игрушки но это надо еще отработать до годами эту базу этих людей соответственно также тут есть люди которые озабочены пасхой да ну хорошем смысле смысле этого слова то есть они любят этот праздник они приходят него что-то искать и покупать и мы должны работать на таких людей как цветочный магазин должны ориентироваться на ваш спрос на ваш средний чек да и понимать что вам потому что вы можете накупить дорогого декора аквамы или наоборот лучше дешевый декор аквам придут дорогие люди которые хотят барахла и у которых допустим какой-нибудь рядом магазин есть который дешевый декор продает и там легко купить и там ассортимент намного больше который вы себе физически не сможете мы подготовили вот такую небольшую линейку пасхальных корзиночек которая отлично пишется в любой интерьер любой дом и будут классно продавать вас засунули сюда куличек в принципе на самом деле это тоже сложная история покупать ключи перепродавать их она для разнообразия мы в этом году попробуем посмотрим как получится в прошлом году нас тоже была коллаборация мы их немного продали но продали очень удобно конечно заказывать все в одном месте не бегать не тратить время ради этого мы это и делаем ну и в целом порадовать красивой картинкой с ключами если мы даже не продадим и потом съедим всегда имейте минимальный классный ассортимент для пасхи у нас он совсем не мать сказал бы что совсем но все нужно есть на минимальном уровне как вы видите мы до тех пор еще не так до конца не дебатили что нам нужно что нам не нужно но в целом кардиночки имеем яйца имеем нарциссы верба какие-то еще мелочевочки можно зайчиков очень круто вставлять всякие всякие керамические небольшие вещи в композиции тоже смотрятся разного размера то есть у нас тут представлен на небольшой средний человек да если вы работали за большим средним человеком то вы можете прям вот такие делать классные кашпо которые они будут стоять где-то в гостиной где-то на столике либо на праздничном столе потому что люди хотят праздника в любом случае они его где-то найдут найдут у вас или в другом месте самое главное сделать красивую композицию ну и классно отрекламировать и все это правда друзья всем спасибо за внимание вот такое небольшое видео мы для вас сделали алиса будет полезно и пожалуйста напишите комментарий как вы готовитесь к этому празднику как что закупаете какие фишки может есть расскажите поделитесь на интересно как у вас проходит этот праздник light мощно или средний